14 лет, которые были в первую очередь, они были в первую очередь. Группнейшие автопроизводители в мире. Их машины заполнили весь земной шар, за исключением Антарктиды, Северного полюса и Камчатки. Шучу. Японский автопроизводитель и японские машины на слуху у каждого. Так же, как и японские самураи. А знаете, почему мы неравнодушны к этим машинам? Не просто за их бренд. Во-первых, за их качество. Во-вторых, за практичность. В-третьих, они, собирая машины, внедряются и углубляются в детали, что очень важно. И в-четвертых, в конце концов, за бренд. Ассалам алейкум, дорогие автолюбители. Ассалам алейкум, дорогие авто, любители, с вами программа про авто. И сегодня мы поговорим о Тойоте Люсиде, она же Эмина и Эстима, которая собиралась руками и мозгами японского человека еще в те далекие 1998-е года. Не переключайтесь, будьте с нами. Люсида была создана исключительно для японского рынка. Есть вариант левого руля для европейцев Toyota Previa. О ней мы тоже много наслышаны. Ближайшие родственники в рамках одной марки – это Эстима и Эмина. Различие лишь в габаритах и комплектации. Годы жизни Тойоты Люсиде всего-навсего 9 лет. Она выпускалась с 1990 года. В 1999 году была снята с производства. Сегодня речь в нашей программе пойдет о японском минивэне на дизельном топливе. Ну что ж, мы начнем по традиции с внешней характеристики данного авто. Тойота Люсида по своим габаритам довольно-таки внушительно и не вызывают никаких сомнений и страхов при режиме городской езды. На нем можно выезжать на отдых с семьей, так как машина семиместная. В горы можно выезжать и не вызывает никакого сомнения и страха при эксплуатации этого автомобиля. Но не факт. Все это тесно переплетается с нашим отношением к езде. Фары Люсиды хрустальные, рестайлинговые. Хрустальные фары начали ставиться с 1997 года. Хотелось бы отметить, что в этой Люсиде все детали родные. Стекла, сам кузов не гнилой. Это очень важно. Также впечатляет длиннобазность машины. Реально семейный внедорожник на 15-дюймовых титановых дисках. Характерной чертой этого минивэна является наличие полного постоянного привода на большинстве разновидностей. Машина 1998 года. Но состояние как новое. Возможно, я немного утрирую, но тем не менее снимаю шляпу перед японцами, которые собирали ее. И первое, на что я хочу обратить свое внимание, так это на водительские сидения. Они очень комфортные. Будь то ты стоишь или ты при движении едешь, водителя не перекашивают ни направо, ни налево. Также я хочу отметить эстетическую часть интерьера. Это кожа, рожа, диски, хром, дерево. Это не машина, это целый дом. Это корабль на колесиках. Но тем не менее всегда есть но. Машина Toyota Lucida, Emina, также Estima. Все они правого руля. Я приверженец леворульных автомобилей. И люблю, когда руль расположен в левой части салона. Но это не камень в огород любителям праворульных автомобилей. Просто на вкус и цвет товарищей нет. Салон просто бомба. Трансформер на колесах. На дальние расстояния само то. То есть в этом салоне хоть палатку разверни. Складывая задние сидения, ты практически получаешь двухспальную кровать. Салон обит кожей. Но реально пахнет свежестью, несмотря на ее возраст. Здесь есть все. И АБС, и СРС, полный привод. В комплектацию часто входят два контура кондиционера. Электрическая шторка на окнах. Если ты сидишь в передней части салона, обернувшись назад, реально дна не видно. Эта машина рассчитана на 8 посадочных мест. С интерьером Toyota Lucida мы разобрались. Сейчас сделаем тест-драйв. Мы находимся на одном из оживленных дорог и вообще мест города Алматы. Это улица Рыскулова. Да, громко звучит тест-драйв. К сожалению, а может и к счастью, машина за 5 или 6 секунд 100 км в час не развивает. Но вы сами понимаете, машина не маленькая. Не седан, не хэтчбэк, а добротный семейный мини-вэн. Что напрягает в ней при езде, так это то, что вы не найдете переднюю часть машины, то есть абсолютное отсутствие капота. В такой момент складывается ощущение, будто бы ты пребываешь в салоне КамАЗа. Воссоздавая переднюю часть интерьера, о чем думали дизайнеры в тот момент, остается загадкой. Ну что ж, Toyota Lucida благополучно прошла тест-драйв. И сейчас нас ждет любитель этого автомобиля, который эксплуатирует ее на протяжении 8 лет и уже успел за этот срок трансформироваться с любителя на специалиста. Не приучайтесь, будьте с нами. А пока мы направляемся к нему, я расскажу вам, каким штрафом может обернуться наша неусидчивость и спешка, если водитель припарковал свой автомобиль на месте, предназначенном для инвалидов. Знак парковки для инвалидов обозначен желтым цветом и его не спутаешь с другими знаками. Куда бы вы не спешили, надо парковаться правильно, во избежание больших штрафов. Санкция прописана в части 4 статьи 597 КОАП Республики Казахстан. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, карается штрафом в 50 МРП, что составляет 113 тысяч 450 тенге. Повторное такое правонарушение в течение года грозит штрафом уже не в 113 тысяч 450 тенге или 50 МРП, а в полтора раза больше – в 75 МРП. Будьте внимательны при парковке вашего автомобиля. Ну что ж, мы сделали такие небольшие, скажем, краткие обзоры о Тойоте Люсида. И сейчас рядом со мной стоит специалист, который, ну, как я вам уже выше сказал, в течение 8 лет занимается, не только занимается, но и эксплуатирует, да, данную машину. Да. Сереж, ну вот расскажите нам, пожалуйста, о ней более подробнее, что она из себя представляет. То есть, смотрите, есть три критерия, по которым, как бы, мы выбираем, да, машины для себя. Да-да. Первая – это вот кузовная часть, вторая – это все, что под капотом, третья – это ходовка, да. Что вы можете рассказать о Тойоте Люсида? В общем, это отличный семейный автомобиль с прекрасной проходимостью, вместимостью, в нем можно ночевать, в нем можно ездить в горы на отдых, по песку она идет, по камням. То есть, я считаю, это один из лучших бусиков, созданных Тойотой. Первым делом смотрите кузов. То есть, так как эта машина японская, кузов у нее идет оцинкованной, ржавчины даже на 20-летних моделях практически не должно быть никакой. То есть, это, если есть ржавчина, это говорит о том, что ее или били, или, или, или что-то еще. Так, начинаем поиск двигателя. Поднимаем сиденье. Поднимаем защитку. Открываем еще один лючок. И перед нами горловина заливки масла, щуп проверки масла, щуп коробки автомата и стартер. Ну, вообще, что бы вы могли сказать о двигателе? Он, походу, немножко, вот расположение его, да, неудобно, скажем так, для водителей или для тех, кто делает, ремонтирует, да, мотор? Ну, вообще, конечно, да. Но, опять же, качество Тойоты, туда не очень-то часто приходится заглядывать. Только, чтобы заменить масло. И все, практически, я здесь бываю раз в 10 тысяч. Раз в 10 тысяч, да? Да, то есть масло залил. Так, что еще можете рассказать о двигателе? Какой объем у него? Двигатель объем 2,2 литра. Турбина стоит. Мощность у него 115 лошадок. То есть, для этой машины его хватает вполне. И тяги, и мощи. То есть, Toyota Lucida, она полноприводная, как мы все знаем? Ну, не все модели, но данная модель полноприводная. А расход топлива чуть больше, да, наверное? Чем, да, где-то на литр больше, получается. Ну, вот вы перечислили достоинства мотора. Какие недочеты ему есть? Или вообще, что может произойти с этим мотором? Самый главный минус этого мотора, это головка блока цилиндров. Средний срок службы 200 тысяч километров. То есть, после 200 тысяч, все? Ну, кому как повезет. Кому-то может и больше, кому-то меньше. Но ее приходится менять. Машина, она же не вечная. Скажем, вот где-то что-то в ходовой части полетело. Вот рычаги те же самые. Вот основа, что в ходовой части. И через, скажем, мы каждый день эксплуатируем машину. Через какое время вообще нам нужно заглядывать и смотреть там, что происходит в ходовой части. И сколько, что стоит. Цены тоже очень важны сейчас. СТО желательно посещать, как говорится, чем чаще, тем лучше. Потому что машина есть машина. Тем более, когда она полноприводная и куча всяких деталей у ней. Вот тут, допустим, три кардана только. Это тоже особое отличие ее. Я заезжаю на СТО, ну, в среднем раз в два месяца. Ну, по ценам, по ходовой нормальной цены. Допустим, ну, сказать, шаровая стоит от 4 тысяч тенге. Срок службы хороших запчастей на этой машине в среднем, ну, от 50 до 70 тысяч километров. В принципе, в общем, мы разобрались и по кузову, и по мотору, и по ходовой части. И в конце, насколько бы вы оценили Тойоту Люсиду, скажем, по пятибалльной шкале? До пяти баллов она не дотягивает вот этими форточками. Объясняю. То есть обзорность для нашего движения, правостороннего, неудобная. Поэтому 4,5 балла. Единственное, что мне в ней не нравится. Нужно отдать японцам должное. Они сумели скомбинировать в одной машине комфорт, качество и практичность. Если у вас завалялось пару миллиончиков тенге, то вам по адресу. Самое главное, будьте бдительными на дорогах. Не нарушайте правила дорожного движения. А на этом все. Ассаламу алейкум. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!